здравствуйте мои хорошие здравствуйте мои друзья с вами ваша елена радовалась приветствовать на моем канале девчоночки мальчишечки у меня очень хорошее настроение такое позитивное хотя я уже второй день как говорится очень устала но все равно усталость это очень приятно и между прочим потому что мы собираем багаж собираем вещи девчонки насобирала уже вот 7 таких коробок из-под яиц насобирала это сумка между прочим вот эта сумка у нас вещи отдать людям нуждающимся шкаф полностью освободила сейчас вам все покажу мои хорошие сейчас вам все покажу вот мои хорошие шкаф у меня полностью может стать пустой здесь вот на этих полках копики там лежат документы бумаги которые нам забрать и здесь значит перчатки там блаточки этому тоже заберем там мужа носочки новые лежат в общем вот здесь я оставила только то что мы с собой заберем что поедет на с вами чемоданах у нас вернее поедет чемоданах вот вещи ну и здесь немножко тоже здесь подарки сыну там у меня еще весы лежат мои напольные взвешиваться также надо буду еще упаковать коробочку вот там уже тоже лежат бумаги его документы надо будет забрать в общем вот все как говорится все как говорится девочки все нужное полезное что нам пригодится вот по приезду пока мы не получим багаж здесь все вещи у меня может стать новенькие вот эту кстати рубашечку кофточку мужу ни разу даже вообще не надевал вот здесь его брюки другие брюки я его положила в коробку уже упаковала еще одни брюки джинсовые есть значит положим их чемодан в общем вот все что осталось все что осталось девочки вот такие коробки вот такие коробки мы их уже все уложили скотчем обмотали только осталось их еще закрыть полностью здесь мне значит две пары носков теплых вот я и думаю то ли мане отдать то ли с собой забрать потому что бывает иногда ноги лечу и надеваю такие теплые носки но пока не решила вот эту сумку мы кстати отдаем людям здесь полная сумка у нас вещей вещи все неплохие хорошие вот это значит коврик мы также отдадим людям ведь и наш яшка здесь что натворил но ничего страшного переклеить обои здесь значит упаковано только осталось как говорится вот этот вот эту коробку я еще толком не собрала здесь у меня пледы вот нечего надо девочки собрать посуду что буду забирать данька там уже машинок своих накидал туда залазил в эту коробку здесь у меня лежат газетки которые мне пригодятся когда буду посуду упаковывать ну в общем вот мои хорошие эту ткань тоже заберу с собой зеленую обязательно заберу здесь обувь короче говоря здесь у нас осенние есть зимняя обувь но осеннюю мы с собой забираем зимнюю мы всю обувь отдадим здесь еще не вся обувь там у нас еще в прихожке обувь тоже лежит в общем вот мои дорогие вот такие это дела больше надо не забыть что мне взять надо самое главное не не забыть здесь меня золото лежит моё золото лежит девочки и здесь лежат флешки всевозможные которые действующие где у меня даже есть еще видосики которые даже еще вы не видели ни разу из китая и с маминого день рождения короче говоря не успела ничего это выложить вот кнопочку я с собой заберу в чемодан положу вот короче говоря у меня три ноутбука вот мой ноутбук еще вот здесь один мой ноутбук пока выключен вот постельная я также это новая постельная положу чемодан у танюшки там также ноутбук у нас есть два планшета вот здесь один там еще один планшет короче мы это все забираем здесь у меня в пакетах значит фотографии там бумаги которые мне возможно будут необходимы сейчас буду все это дело перебирать мои хорошие мы можем так уже сказать полностью сидим просто на чемоданах но пока вернее когда будем переезжать я вам пока говорить не буду всему свое время да правда мои хорошие вот погода эти дни вообще не радует у нас дожди 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 сейчас на улице как осенью как в начале осени как как будто бы знаете уже на сентябрь вот у нас здесь на дальнем востоке такая погода что не радует конечно я знаю что сейчас в краснодарском крае допустим тепло там еще будет долго очень время тепло будет жара вот у нас уже здесь холодно я даже решила прикупить себе какую-то ковтейку такую не куртейку а ковтейку все свои куртки я положила багаж мужа также дочери внуков короче говоря вот но уже на таком позитиве что как будто бы уже завтра я буду уезжать как только мы соберемся уезжать это уже будет очень очень скоро вы даже не успеете как говорится помнится как я вам сообщу о том когда у нас будет переезд все подготовили все сделали значит зимние вещи которые у нас имеются пуховики там знаете дубленки куртки зимние на меху мы решили все это выложить на авито они у нас новые ну можно сказать что совсем новые и знаете мои хорошие вчера танечка только не успела выложить папину куртку значит на это она идет кожаная но на искусственном меху как тут же здесь раз звонок на куртку еще не продали вернее звонок как сообщение куртку не продали таня пишет да нет не продали только выложили значит еще пока не продали а мы у вас готовы ее купить таня говорит ну приезжайте покупайте а это женщина ну женщина значит пишет мы готовы купить через доставку авито оплатить все я здесь же сразу зашла на авито вы знаете у нас уже сколько купили мебели уже много купили уже много еще короче нас купили через завито но приезжали к нам на дом забирали покупателя расплата была как биться на месте получили товар получили деньги все да а здесь вот такая вот херня значит и я быстро на авито залезла там значит быстро 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 прошлась а задал такой вопрос что как можно купить на через авито расчет через авито и там сразу куча мошенников в общем пишут что куча мошенников лучше с этим не связываться и так далее и тому подобное я то не говорю таня все отказывайся отказывайся и танюшка сразу написала что нам такое не подходит хотите приезжайте покупайте прямо на месте деньги оплачивайте товар забирайте вот тем более куртка у володи очень хорошая добротная такая только что мех да не натуральный но куртка вообще просто отличная в отличном состоянии и в общем она сразу замокла я крутая вещь это мошенники мошенники которые хотят вот получить товар потом знать как и прочитала что они товар получают и начинают писать всякие пакости на этого покупателя чтобы его на авито заблокировали и тогда мол типа все будет прекрасно вот они получат товар деньги они так и не оплатят очень как-то тогда таня сразу и написала что мы отказываемся от такой а такой сделки на покупку в общем это и она сразу замолчала вот так мои хорошие так что имейте это ведут никогда никогда не делайте таких сделок если вы что-то продаете с авито любые вещи ну я там уже жилье не имею ввиду да вот просто любые вещи какие-то которые у вас есть дома они вам не нужны стали ли там новые купили вам не понравилось решили продать вот никогда не соглашайтесь на такие сделки чтобы оплатить через авито и после доставки только получить деньги никогда этого не делайте это большой риск потерять не только вашу корица вещь которую вы продали а также ваши деньги которые хотели получить за эту вещь вот это так вот так то мои дорогие еще раз вам говорю что погода у нас просто ужасно я надеюсь что когда мы поедем а мы поедем уже очень скоро очень очень скоро вот будет погода прекрасная хотя я уже даже узнала по прогнозу погоду погоды на тот день когда мы собрались уже уезжать вроде бы будет погода ничего нормальная ну в общем будем надеяться что все пройдет удачно вот и мы сможем улететь и мы сможем приехать в анапу так как мы решили все таки ехать в анапу вот там нас встретят и короче говоря надеюсь у нас будет все просто прекрасно кстати мои дорогие мы решили поначалу значит снять дом хотя бы на месяц и будем искать будем смотреть я кстати смотрела вот канал буквально сегодня утром это алена михалыч они недавно переехали по моему с урала если не ошибаюсь в краснодар краснодарский край я так понимаю что они там остановились свои детей там у родственников я не знаю точно и вот недавно только буквально вот я посмотрела сегодня их не видео новое они как бы сожалеет о том что потеряли там один из домов дом очень хороший там ухоженный все я им еще не успела написать комментарий но хочу сказать то что хозяйка отказалась от сделки так как она продает этот дом в станице кстати даже не помню какая станица если честно вот но хочет купить дом или там что такое квартиру или дом в краснодаре естественно что в станице дома стоят дешевле как там ни крути намного дешевле чем краснодаре и я не знаю изначально почему эта хозяйка поставила такую цену на свой дом значит она знала на что найдет значит она знала все эти расценки а вот и если алена своим мужем с михалычем не смогла приобрести этот дом я лично так считаю что если человек уже сговорился с хозяйкой или с хозяином до дома и они уже пошли как бы на сделку тем более они уже отнесли документы к нотариусу на сделку и если хозяйка вдруг резко отказывается от этой сделки отказывается от продажи то я так считаю что значит этому быть это просто алена не ваш дом я так же буду искать себе дом я так же буду ездить смотреть узнавать вот и так же хочу обратиться к николаю сумсикова чтобы он мне помог конечно с приобретением моего дома он уже в этом мастер он понимает все нюансы он сможет просмотреть как говорится весь дом весь участок плюсы минусы и возможно даже сможет поторговаться вот у него большой опыт в этом не так как у нас допустим с моим мужем да вот хотя у нас там конечно живут в краснодарском крае друзья но они также в этом деле особо то не соображают как и мы хотя у меня муж он как бы понимает у нас у самих был дом у нас было два дома на участке и он тоже мне кое-что соображает понимает и я надеюсь что мы не попадем как говорится какой-нибудь там просак чтобы купить на плохое себе жилье буду искать до тех пор пока не найду буду если что снимать себе просто жилье ну никак не иначе плохой дом я никогда не пойду и тем более я не хочу как я уже вам говорила предыдущих видео не хочу много земли ну хотя бы может быть ну до 15 соток это самый большой до 15 чтобы хороший сад и был огородик вот вот что я для себя хочу и хороший такой добротный дом я надеюсь что на все получится так что мои хорошие держите за меня за нас вернее кулачки еще раз говорю всем моим подписчикам что скоро мы с вами увидимся я обязательно сделаю встречу когда приеду ну конечно не сразу не в первые дни мы сперва обустроимся даже если мы будем снимать жилье все равно мы с вами встретимся там уже будем договариваться территории где мы с вами встретимся возможно вы захотите приехать ко мне а возможно мы с вами просто встретимся где-нибудь на нейтральной территории посидим пообщаемся вот и надеюсь что наша дружба еще укрепиться больше и мы с вами будем часто видеться часто общаться не только онлайн ну и в живую как говорится так что мои дорогие вот такие то у меня сегодня новости кому было интересно не забываем поставить лайки не забывайте подписываться на мой канал кто ко мне сегодня зашел впервые меня кстати зовут елена кто не знает вот всем очень очень рада также мои хорошие включайте колокольчик девочки здесь значит такое дело произошло с этим колокольчиком моя вернее я подписанного человека у нее конечно меньше подписчиков чем у меня но она мне написала что она что сделала она отписалась а потом заново подписалась подписаться на мой канал я говорю нет уже давно не приходит но я так периодически захожу на канал смотрю она мне говорит короче дело в том что ей написала также ее подписчица и сообщила такую новость что также не приходили сообщения она взяла что сделала она отписалась а потом заново подписалась сразу же и нажала на колокольчик и говорит стали приходить регулярно сообщения о том что новые видео на канале в общем девочки проверьте пожалуйста у себя колокольчик если у вас не приходит сообщение о моих видео то пожалуйста примите меры если вам будет не трудно отпишитесь и заново подпишитесь мои хорошие ну если вам будет не трудно чтобы получать новые уведомления о новых видео на моем канале чтобы были просмотры ну вот в принципе на сегодня у меня вся информация я вас всех очень люблю всех вас ценю и надеюсь что мы с вами скоро встретимся я очень хочу всех вас увидеть девчоночки в какую станицу мы поедем об этом будет у меня отдельное видео отдельное видео пока мы еще на распутье у меня есть несколько вариантов куда можно поехать и все-таки я опять хочу обратиться к николаю сомсикова чтобы он помог мне решить эту мою проблему я надеюсь он доедет до этой станицы посмотрит вот и даст мне знать стоит это покупать этот дом или не стоит дорогие мои друзья не забывайте заходить в гости на мой второй канал домашняя кухня ссср поддержите меня с просмотрами просмотрами поддерживайте чтобы я побольше заработала денежки так как они не пригодятся еще в государском крае пока мы там что-то обустроимся вот и тем более мои хорошие мы контейнер не отправляем мы берем с собой только самые необходимые то вещи вот нам все придется как-то начинать с нуля так что мои дорогие поддержите меня поддержите мой канал всех вас очень люблю спасибо вам за внимание спасибо вам за все не забывайте заходить на два канала моей дочери ссылочки будут в описании под видео также и поддерживайте скорую канал также начнет зарабатывать денежку и танюшка уже будет жить на свои кровные заработанные и